Болельщики футбольного клуба «Москва» в знак протеста против сытых, но бросивших команду спонсоров, объявили бессрочную голодовку. Лидер болельщиков Москвы Василий Петраков говорит, что это самый гуманный способ. Возмущение такое, что чуть было до греха не дошло. Ребята-молодец предлагал, вплоть до того, что закидать бутылку зажигательной смесью в Российский футбольный союз. В принципе, взрослые люди сказали, что ни к чему хорошему не приведет, только по тюрьмам пойдут ребята. И было принято, я считаю, законное, но самое жесткое для нас решение – объявить бессрочную голодовку. Проведя небольшой кастинг и отобрав тех, кто постарше и покрепче, горожане закупили минералки и стали голодать. Болельщикам обидно не только за Москву, за державу обидно. Такого в стране со сталинских времен не было. С 52-го года ни одна команда российская не снималась с высшей лиги. То есть до этого это Сталин снял команду ЦДСА, и сейчас получается наша команда следующая. И самое главное, почему нас поддерживает большинство болельщиков из других городов. То есть нет никаких гарантий, что сегодня нас снимут, а завтра могут ихнять. И та же самая Самара, и та же самая Динамо Московская. Хозяин скажет, что все, нам надоело, мы больше денег не будем платить. Мы все, что хотели, получили, всего нам не нужны. Кроме минералки, у голодающих есть информационная пища. Через интернет футбольная часть страны поддерживает протестующих третьи сутки горожан. Плохие новости из клуба не бодрят, но сами голодающие пока в норме. Поначалу думали, а сейчас что-то, но уже и кушать-то особо не хочется. Ну то есть организм уже перестраивается, все в порядке как вещей. Людям, далеким от спорта, этих болельщиков понять сложно. Зайдем с другой стороны. В самом центре страны, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни, на полном серьезе голодает группа молодых людей. Спонсоры, бросившие команду как ненужную игрушку, рискуют взять на себя грех посерьезней. Болельщики Москвы голодают без присмотра профессиональных врачей. Приходили к нам вчера товарищи, они медики, принесли нам приборов, измерить давление, глюкометры. Так что следим за здоровьем с утра, давление меряем. Вот сегодня у меня с утра было давление 120 на 80, то есть вполне нормальное, да. Давление меряло, у меня должно быть пониженное постоянно, у меня 112 на 70, то есть в норме. Нормально, с позитивом, главное спать побольше, тогда хорошо себя чувствуешь. О том, сколько смогут протянуть без пищи голодающие горожане, судить никто не берется. Болельщики говорят, что будут держаться до конца. Когда он наступит и каким будет, они не решают. Сергей Щербаков, Георгий Андрушкевич, Никита Токарев, Инфокс.